У Северного аэродрома пополнение авиапарка. И какое? Ил-76 МД-90А. Крылатая машина, которую много лет ждала российская армия. По надежности, дальности, экономичности, грузоподъемности самолет превосходит предшественников своей серии. Самое серьезное отличие от этого самолета от самолетов МД – это новое крыло, усиленный планер, стеклянная кабина и новое оборудование, которое позволит эксплуатировать самолет на новом современном уровне. Воздушное судно разработано авиационным комплексом имени Илюшина. В 2006 году приступили к проектированию. Первый пробный полет состоялся через 6 лет. И вот 2015 год. Перед нами первая машина Ил-76 МД-90А, которая поступает на службу в военно-транспортную авиацию. И вместе с тем это первый, построенный именно в России, военно-транспортный самолет. В событии исторического масштаба принял участие Владимир Бенедиктов, командующий военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил страны. Сегодняшнее событие является воистину знаменательным, политически важным, потому что вместе с развитием, увеличением потенциала вооруженных сил, растет потенциала военно-транспортной авиации, в том числе с приходом этого нового самолета. Мы возлагаем большие надежды на эту машину, потому что машина – это основа целого типа ряда самолетов, на базе которого будут строиться авиационные комплексы последующих поколений. Прилетел новый самолет на место постоянной дислокации из Ульяновска. Там его построили. Еще один такой же прибудет в Иваново в течение месяца. Всего Министерство обороны намеревается приобрести для российской армии 39 самолетов Ил-76МД-90А.